Добрый день. Доброе утро. Соображаем на троих опять. Вы нас сейчас не видите. У нас 51 выпуск. Как 51? 51. У нас сквозная нумерация. У нас сквозная нумерация. Следующий будет 49. Я так понимаю? Следующий будет 99. Порядками надо. Следующий будет 510. У него плохо с математикой. Если прошлый был у нас 50 юбилейный. Господи, я-то что здесь делаю? Чай пьешь. Ты должен нас установить. Он же тебе сказал, что ты премьер. Пионер. Октябратом премьер. Итак, у нас 51 выпуск. Пост юбилейный. И он еще чреват, как говорится, сменой формата. Вы больше нас не видите. И у нас иногда будут прорезаться все-таки видеовыпуски, когда будет, скажем так, возвращение к старому формату. Чем отличается наш текущий формат, помимо того, что у нас нет видеоверсии на сегодняшний день, она будет еще чуть-чуть длиннее. Именно поэтому решили отказаться от видео. Очень много, общаясь с людьми по e-mail, в разных соцсетях, где у нас будут трансляции. Люди так иначе говорили, что качать видео, может, чем длиннее мы говорим, тем тяжелее станции видео. Им довольно-таки тяжело, а сжимать битрейт видео до безобразия тоже невозможно. И люди чаще говорят, ну что, мы все равно преимущественно слушаем. Поэтому мы решили увеличить, скажем так, может быть, объем нашей говорильни, да, но таким образом отказаться от видео по массовым, так сказать, опросам. Если массовый вопрос у нас придет к тому, что нас снова захотят лицезреть. Это вряд ли. Да, тебя точно не захотят. Никому ты нужен. Никому. Ладно, еще Орлова захотят смотреть. Да, Сашу захотят. Мы с тобой два урода, нас смотреть точно не захотят. Нет. Он так красив. Он красив. Он прекрасен. А мы оскорбляем эстетическое чувство. И само звание человека. То есть говорят трое, но в кадре всегда один. Да. А мы все само звание человека не сводим к свинье. Да, поэтому, соответственно, когда у нас будет какая-то тема, которая будет, мы будем там лаконичной, краткой и интересной, мы так и быть включим уже камеру. Да. Ну, собственно говоря, вот. А сегодня, сегодня мы в новом формате, без видео и будем говорить на несколько тем, может быть, чуть длиннее, чем обычно. Итак, у доктора была какая-то жгущая зад тема, о которой он кричал, по-моему, чуть ли не всю неделю, ну или, по крайней мере, последние несколько дней. Аккуратнее. А почему она не сжигала? Нет, она мой зад жгла. Окей. Ничей другой зад я лично не имею в виду. Так, к твоему задному отношению... Ни к чему, ни более того, ни к чьему вообще. Доктор, тогда отожги. А сейчас вот сжигаю. Да. Значит, меня крайне интересует разгон демонстрации или чего это? Или это был парад? Что это было? Ну, пара-то говоря, это было вчера. Ну, я об этом и говорю. Формально это был парад? Во-первых, это было не вчера, потому что то, что парад будет, я знаю давно. Ну, да, да, они бьются, по-моему, в года два уже. То, что его будут разгонять, я знал еще раньше, как знали все. Поэтому меня это интересует очень давно. Парадом это назвать нельзя, потому что это был, скорее, демонстрация, потому что запретили заранее. Ну, хорошо. Нет, но демонстрации тоже назвать нельзя, потому что они никуда не шли. Марш. Марш не согласна. Акция. О, это была акция. Да, вот это очень важный момент. Это очень неправильно, что он назван был парадом. Это неправильно. Это в Лос-Анджелесе парад? Да. Не понятно почему. А здесь нет. А здесь нет. Здесь действительно это акция. Там это смешно, правильно я понимаю? Следующая конкретная цель. Здесь это тоже смешно. Нет, не смешно. Это страшно абсолютно то, что я узнал. Нет, это слово там здесь не смешно. Да, то, что я знаю со вчерашнего дня, ничего смешного нет. Людей просто избили. 30 человек забрали. Просто избили. Нет, подожди. Забрали, ладно. Хорошо. Несанкционированная акция. Полиция обязана их забрать. Могли забрать. Могли забрать. Могли отвезти в отделение. Могли составить протокол об административном нарушении. Но пальцем не трогать. Естественно. Не оскорблять, не трогать пальцем. Ничем другим. Меня интересует. И главное, не насылать сначала этих бандитов, нацистов. Вот эти вот, значит, молодые люди в масках. Да, да, да. Кто им шил маски? Они что, дома на кухне шили маски? Да, Дольче и Габбана. Да. Дольче. В смысле, тише говорить? Нет, нет, нет. Два друга, Дольче и Габбана, шили маски. Как это, два человека? Два. Они раздвояются. Серьезно, эти два человека? Да. Боже мой, что ты думал, что Дольче это имя, а Габбана национальность? Скажу больше. Четыре руки. Кошмар какой. Итак, меня это ужасно жгуче интересует. Я совершенно не понимаю. Во-первых, почему кому-то надо бить геев? Геев, евреев, негров. Почему кому-то, причем огромному количеству людей, надо бить другое количество людей, причем в данном-то случае бить заведомо тех, кто заведомо не окажет сопротивления? Это ведь не была драка, это же не была стенка на стенке. Абсолютно. Это же не был бой, это ведь не был уличный бой. А это, ну... Нет, это было заведомое издевательство, когда люди точно знали, что те, кого они будут бить, сопротивлением достойного не окажут. Да, я прав? Именно так. У нас новое постнациональное развлечение, у нас все время кого-то бьют. Оно не новое. Кулачный бой это старинная русская игра, в которой в конечном итоге участвуют все зрители. К сожалению. Я про избиение младенцев. Это не русская игра. Что ты все время путаешь? Избиение младенцев было не вкупом. Ну хорошо, продолжаем. Второе. Второе. Почему, если об этом знали, а если я знал, что это будет, все знали, почему господа из полиции, они ведь теперь не милиционеры. Теперь это полиция. Теперь это европейская. Мире полиционеров. Терминизованная структура. Почему господа из полиции не сделали все, чтобы этого не случилось? Почему они не оттеснили этих бандитов? А я вот тех, кто бил геев, это просто бандиты. Да, однозначно. Почему они их не оттеснили, не забрали, не разделили? Короче говоря, почему они не выполнили свои функции? Они, я просто сразу тебе отвечу. Они это именно, твое второе соображение, не сделали это потому, что они обязаны были этот митинг пресечь, поскольку он был незаконен. Хорошо. Они не должны были их охранять от бандитов. Они должны были их разогнать. Наказать. Что-то сделать. Нет, не разогнать. Они должны были их. Их было немного, правильно я понимаю? Да, их было очень немного. Их было очень немного. Они должны были их, а, локализовать, б, посадить в эти автобусы, как они называются, автозаки, отвезти в соответствующие, так сказать, составить протоколы и отпустить людей. Разумеется? Секундочку, буквально. Правовая сторона именно в этом смысле. Есть, на самом деле, у нас давно уже такая некая традиция по органам, когда хотят наказать, сажают определенных людей в определенные камеры. И там их наказывают. А милиция к этому отношению не имеет. То есть, о чем ты говоришь? Андруша, я говорю тебе, вот смотри, о чем я тебе говорю. Ой, господи. В конце концов, наш президент, наш премьер-министр на каждом шагу уверяют нас, что мы развиваемся. Правильно, нет? У нас есть Сколково. У нас есть Сколково. Ну, подожди, перестань. В конце концов, ты знаешь, люди, которым дали по морде, им не до шуток уже. У нас есть Сколково, да? У нас растет ВВП. Мы спаслись от кризиса. Да, я правильно ли говорю? Вот то, что нам говорят, нет, нулочку, мы развиваемся. Страна России обладает огромным международным авторитетом. К нам все прислушиваются. Наша нефть вкуснее прочей. Вот. Ключевые слова, наконец, пошли. И так далее. А газ упоительно пахнет. Совершенно верно. Если мы развиваемся. Я, кстати, охотно верю, я готов, я только рад. Если мы развиваемся, почему у нас скотство-то такое? А потому что есть разное развитие. Есть развитие человеческое, а есть развитие технологическое. И это никак наверху не поймут, что это суть, один процесс. А, то есть они разделяют. Они считают, что можно айпадом 2 пользоваться даже в туалете, но при этом разрешить полицейским, разрешить бандитам бить геев. Именно так. Так я понимаю? Именно так. Ну, это шизофрения. Ну, это не новость. Это не новость. Нет, ну подожди, мы дожили до страшных вещей, в конце концов. Сегодня, извини меня, бьют геев. Бьют все. Подожди, откуда эти люди в масках? Это что, где-то у нас? Вот. Ну, это самое интересное. Да. Есть какие-то формирования, что ли? Есть. Минуточку, если они есть, как они называются? Кто их финансирует? Откуда они? Нет. Пусть мне это расскажут. Ну, никогда тебе никто это не расскажет. Ты прекрасно понимаешь. Значит, тогда из этой страны надо просто валить. Ну, Юра, это тоже не новость. Потому что это фашизм. Да. Ну, все. Чемодан, вокзал, что угодно. Мне бы хотелось вот о чем поговорить. Да. А то доктор забрызгал стлюной и чаем без стол. О сути... Ну, это возмутительно, черт возьми. Юр, послушай. О сути этой акции. Что хотели эти люди? Потому что им предъявляется со стороны пассивных оппонентов, не тех, кто их бил, а более-менее пассивных оппонентов, в соцсетях, где угодно, совершенно конкретные претензии. Почему их нужно запретить? Почему не нужно запретить их самих? Их шествия, пропаганда. Вполне конкретные вещи. Саш, подожди секунду, секунду. Это... Ты сейчас совсем другую проблему. Давай вот первую проблему как бы закончим, поставим точку, да? Мы все согласны, что избиение геев – это двойное свинство. Ну, конечно. Во-первых, со стороны тех, кто их бил. Во-вторых, со стороны тех, кто разрешил. Мне вообще считай, никого бить нельзя. Ну, подожди. Ну, ты согласен с этим? Ну, конечно, согласен. Каким могут мне быть? Теперь дальше. Теперь вот мы пошли второй аспект. Ты правильно его поднимаешь? Он очень важный, да? Аспект претензий геям со стороны социума, да? Да. Вот. Потому что то средневековье, я по-другому не могу назвать, что царит в России в отношении этих людей, вообще этого вопроса, оно меня лично не устает поражать. Хотя уже все понятно. Я прекрасно понимаю, где я живу и что, и бла-бла-бла. Тем не менее, вот это маниакальное желание большинства, чтобы не было людей, не похожих на них. Не только геев. В данном случае геев. Тут не только не похожи. Саша, смотри, я буквально на дысь слушал передачу Лобковского. Она была посвящена, потому что когда еще не было понятно, что будут избивать, но было понятно, что запретить. Он посвятил целую передачу запрету гей-парада. И там было очень много людей, которые звонили. Прежде всего, они предъявили претензию, они их боятся, благодаря средствам массовой информации. Они боятся, что именно из-за геев у нас спит, именно из-за геев, куча других вот таких вот проблем. И Лобковский пытался вбить в их головы, что вообще на самом деле любую проблему, когда она на поверхность, то есть когда она на глазах, то с ней как бы так иначе проще понять, что она существует. А загоняя все это в подвал, как раз вот там и начинает все это плодиться. Там уже были мы. Да, вот поэтому люди звонящие продолжают, что нет, вот эти гей-парады, вот это все остальное, оно так иначе идет к размножению вот этих проблем. Лобковский пытался сказать, что человек нормальный, гетеросексуальный, увидев гей-парад, не станет, грубо говоря, гомосексуалистом. Это невозможно по определению. Это невозможно. Поэтому, соответственно, нет, люди все равно продолжали упорно звонить. А почему? Они брали, вот буквально я слышал в речах людей, которые звонили, шаблоны всевозможных передач, радио, телевидения, где СПИД, это обязательно из-за гомосексуалистов или наркоманов. Причем это приравнивается. Гомосексуалист и наркоман, это одно и то же. Вот. Так а что ж ты хочешь? Они одинаково ненавидят гомосексуалистов и наркоманов. Для них это одно и то же. Это легко объясняется. Дело в том, что если бы некая государственная структура, а таких структур множество, взялась бы, наконец, целенаправленно, спокойно, планомерно, долго объяснять людям, что такое гомосексуализм. Каковы его истоки, каковы его причины, каковы его проявления, то и гомосексуалистам, и не гомосексуалистам, не было бы оснований ненавидеть. Но так как власть заинтересована в том, чтобы в обществе существовали ненавидящие друг друга. И в этом вся история. Безусловно. В этом вся история. Вот зерно. Мы глубже не копнем, потому что глубже невозможно. Нет, невозможно. Власти это вредно не нужно. Безусловно. Ненависть геев к гомофобам и ненависть к гомофобам к геям – это необходимый столб, на котором стоит российская власть. Именно здесь есть суть. Вчера в Фейсбуке, как говорится, дав цитату из новостей, я добавил свой комментарий, что у нас очень веселая, жизнерадостная страна, в которой у нас марши несогласных проводят даже геи. Потому что то, что вчера было, это был марш несогласных. Они несогласны с существующей ситуацией по отношению к ним, так или иначе, собственно говоря, дело не в замалчивании, а именно этой пропаганде, которая так или иначе идет и в газетах, и на телевидении еще где-то, и, соответственно, уходит потом на кухню, там еще куда-то, и там это множится, усиливается, размножается, с новыми образцами легендами. Это людей и вытолкнуло на то, что они заранее знали, что их будут бить. Они понимали, какой это день, они понимали, куда они идут. Это был марш несогласных. Это гражданский поступок. Люди пытаются отстаивать свои права, понимая, в какой дремучей державе они существуют. То есть, по сути, проблема геев выходит за рамки проблемы геев. Совершенно верно. Это вопрос релищности, права человека. Совершенно верно. И впивается в проблему взаимоотношения власти и общества. В стране, где общества нет, не может быть полноценной власти. Совершенно верно. Значит, вот этот вот принцип «разделяй властвуй» у нас приобретает самые варварские, абсолютно фашистские и нацистские формы. Нам всегда дадут кого ненавидеть. Геев, евреев, пиндосов. Кого они еще там? В шляпе, в очках, понимаешь? Интеллигенцию. Да, вот ведь что они делают. Поэтому я, собственно, и даже для меня, вот этот ужас вчерашний, он просто для меня, как вот в маленькой капельке воды, я увидел будущее нашей страны. Оно ужасно. Нет, на самом деле. У нас просто, ну как, подожди, мы состоим из групп ненавидящих друг друга людей. Да, так я и говорю, что у нас на самом деле, понимаешь, критерий уже, то есть то, я об этом много говорил, то, что у нас не исчезли, а множатся за кусочные, предположим, чебуречные с СССР. Вот. Я вчера был в Реутове, в городе Реутов, я видел чебуречную СССР, которая вся увешена портретами Сталина. Ну вот, вот, да. Вот, и так далее. То есть это нормально. Абсолютно. Я не понимаю, предположим, идя где-нибудь по Александру Плацу, чтобы я увидел чебуречную с Гитлером, с Гитлером, с Гебельством и так далее. Например, Сталин, ребята, это Гитлер, это Гебельс. Вы можете целовать его за сосну, вы целуетесь с Гитлером. Совершенно верно. Вот и все. И мне насрать, что вы думаете про это. И пока он в башке, а в башке он здесь, ну, практически у двух третей населения. Да. Власть активно... Так или иначе. Понимаешь, и до сих пор самое грязное ругательство какое? Больно умный. Ишь ты интеллигент. Это основное ругательство где угодно и любого поколения, блин. Короче, я хочу, чтобы мы с вами вот что сейчас сделали. Да? Мы... Ну, я... Ну, хорошо, я. Я просто хочу выразить свое глубокое соболезнование и сочувствие всем, кто пострадал во вчерашнем безобразии. Я хочу выразить свое глубокое презрение к тем, кто бил этих людей. Я хочу выразить свою глубокую ненависть к тем, кто организовал это избиение и не предотвратил его. И я хочу, чтобы наша власть знала, что ее поступки видны. Россия, у нас фашистское государство. Вот для меня вчерашний эпизод окончательно вбил последний гвоздь. Россия, фашистское государство. Вот что хотите со мной делать? Доктор жесткий. Ну, пусть. И одновременно трусливая. Так ведь это жалко и трусливая. Ну, ты понимаешь, ну... Жалко и трусливая существо. Это даже не две стороны одной медали. Это одна сторона все той же медали. Как на нее посмотреть, под каким углом света? Короче, ребята, вот, ну, не знаю. Я бы хотел к этому присоединиться и выразить свою, как не банально это звучит, солидарность с людьми, которые решаются оставить свои права. Любые права. Неважно. Люди, которые выходят на площадь. Это не так просто. Ну, я тыкать пальцем насчет фашистского государства, наверное, не буду. Я, наверное, в этом плане чуть мягче, но это черт с ним. Мне не нравится, когда кого-то вообще, в принципе, бьют. Неважно, кого там бьют. А уж бить совершенно посторонних людей на улице, и тем более заведомо более слабых, это известное дерьмо в этом направлении. Насчет фашистского государства, наверное, я не присоединюсь. Ну, ради бога. И ради бога, да. Лучше выпьем чаю. В спокойствии. Пройдет? Пройдет, да. И поговорим лучше о Михалкове. Я люблю Михалкова. Я тоже. Ой, я его обожаю. Я тоже. Недавно... Ты как его любишь? Я его люблю в засос. А я его люблю как пациента. Ну, это каждому свое. Ты же доктор. Да. Ты же доктор. Да, же доктор. Да, точно. Типичный причем. Вот. Пошмар какой. И после того, как они отобрали мигалку, он сделал красный Димаш. Он уже не сам. Он прокрался в Русский национальный собор. Вот. И подзудил их написать письмо. Там старики от 65 до 80 лет. Вот. Он их подзудил написать, что средства массовой информации дерьмо. Ну, это как бы он тут выступил таким капитаном очевидность. Вот. Но они сделали забавное письмо. Да. Сделали забавное письмо. Это Витязи. Ты путаешь все. Ты все смешал в одну письмо. А я вообще очень такой мешальщик. Тут Михалков вообще ни при чем, я тебе скажу. Да ты что? Я тебя просто уверяю. По его версии. Письмо золотых Витязей культуры господину Путину и Медведеву, это к ужасу моему, не Михалков. Да ты что? Он туда прокрался. Это не Михалков. Он просто явился, может быть, организатором и выразителем. Но мнение огромного количества людей, считающихся мастерами культуры. Да, да, да. Культурная интеллигенция. Тут мне эта проблема выходит. Я-то думал, ты о Михалкове. Я что имел в виду? Что стоило лишить его мигалки, как он стал говорить, что парад был отвратительный, что наша власть хуже брежневской немощной власти. А где он был год назад? Па года назад. Брежнев, говорит он, и тот стоял, когда шел парад, а вы сидели на стуле. То есть как только у него отобрали синий глазок, который позволял ему везуться и не проходить в туалет общественный, он немедленно стал вообще ломать унитаз. Это тоже клево. Теперь у нас есть два новых, как говорится, таких диссидента. Это Михалков и Миронов. Миронов? Да. Нет. Нет, я не склонен эти два явления, так сказать, объединять. Да. Совершенно не склонен. Да? Да, абсолютно нет. А я не склонен. А я нет. А мы не об объеме больше. Миронов еще смешнее. Совершенно дутая, надуманная фигура. Краснобай, баламут. Естественно. Абсолютно пустота. Бустышка. Кремлевский проект, пардон за банальность. Который вдруг что-то там себе позволил и был наказан. Это так смешно. Между ними есть большая разница, Саша. Михалкова, по крайней мере, можно уважать за убежденность. Нет, нет, ну конечно. Понимаешь? Михалков, по крайней мере, убежденный человек. Пусть не обеждения его отвратительные и смешные, но он убежденный. А вот Миронов-то это просто актер провинциального русского театра. Скверный актер. Это дядя Сережа. Быстрее на него так. Скверный. Поэтому я не склонен как раз. Который появился неизвестно откуда. И так же уйдет. Естественно. И нормально. Естественно. Совершенно нормально. И на секундочку. Вот это неизвестно откуда, третий лицо государства. Десять лет был. Так это, понимаешь, какое государство такое лицо. Это так символично, что у этого государства вот такое лицо. Номер три. Да. Да. Совершенно верно. Для меня это просто две показательные, две личности, которые сделали такой показательный шаг. Оба перешли в оппозицию. Поэтому интересно. Михалкова позиция вообще здорово. Ну, Андрюш, можно ли считать переход Михалкова в оппозицию? Это так локально. Это никак. Для меня Михалков интересен. Саша, ты знаешь, в физике, в квантовой физике есть прекрасный термин, который называется суперпозиция. Ты знаешь, что это такое? Не, я дурак. Перестань. Это, если мне память не изменяет, Саш, это обозначает, что электрон может одновременно занимать несколько точек пространства. Ты знаешь, между суперпозиция и оппозиция есть огромная разница. Оппозиция занимает только одну точку. Она противоположна оппозиции, да? А суперпозиция занимает одновременно много точек. И ту точку, которую занимает оппозиция, и ту точку, которая занимает оппозиция, и еще в запасе есть несколько точек, которые изменяются в зависимости от оппозиции. Арендуя все пространство нашей жизни. Да, совершенно верно. Поэтому Михалков никакая не оппозиция, и Миронов никакая не оппозиция. Это вообще слышно говорить. Но я что просто хочу сказать, что вот это вот письмо золотых ретизей культуры, слушай, это настолько отвратительный, жлобский, хамский, мудацкий, я прошу всех прощения, шаг, что даже Кремль, что даже Кремль. Я вообще думаю, ребята, что это провокация. Я же большой поклонник теории заголовок. Я думаю, что из Кремля позвонили Бурляеву или кому Михалкову, сказали, слышь, давай вы напишите это письмо, а мы это с гневом отвергнем, чтобы Запад видел, что мы категорические противники цензуры. Я думаю, что так делается очень часто. Очень часто. У меня все-таки есть какая-то презумпция разума, но мне не кажется, что все люди, которые подписались под этим письмом золотых ретизей культуры, не хочу я думать, что они идиоты. Но Хатиненко вообще странно было, там все видеть было. Володю Хатиненко, подожди, он наш с тобой земляк, он сурдовщик. Володя Хатиненко прошел через всю мою юность, я вообще к нему не критичен, я не могу его критиковать. Люди меняются, взрослые люди в том числе. Ну, он-то единственный в разуме, единственный, кто не 75 лет. Ну, Хатиненко я очень люблю нежно, потому что, еще раз хочу сказать, вся юность моя пронизана им, он мой такой приятель хороший, старый. Мы много раз встретились в Сурдовске в разных компаниях. Я всегда гордился, кстати, тем, что мой приятель вышел так высоко на самом-то деле. Ну, хорошо. Вот. Напомни, может быть, содержание письма тогда? Ну, его нечего напоминать. То есть, люди требуют введения некоего верховного органа, который будет осуществлять инквизиторские функции в области культуры и нравственности. Запрещать показывать фильмы, запрещать делать радиопередачи, запрещать печатать книги, запрещать там выставки. Если в этих фильмах, передачах, книгах и выставках они усмотрят признаки духовного и нравственного разложения. И более того, и транслировать все передачи и действия РПЦ. Полностью все. Да, вот-вот. И вторая-то часть, ты понимаешь? Вот это моя любимая часть. Да, то есть, транслировать действия РПЦ, фактически даже связанные с ее интимной жизнью. То есть, вот все, что делается цель, должно круглосуточно идти на всех каналов. Я понимаю господ Михалкова и Бурляева. Ты был человеком, который снимал хорошее кино или был хорошим актером. Пришло время, твой талант иссяк. Ты не можешь больше снимать хорошие фильмы. Бурляевит он давно иссяк уже. Ну хорошо, да. Играть хорошие роли. Это страшно обидно. Признаться себе в этом невыносимо. И тогда ты начинаешь еще немножечко шить. Ты начинаешь учить, вещать, менторствовать, преподавать. Понимаешь? Ты начинаешь определять мейнстрим культурной жизни нации. Это ужасно. Вместо того, чтобы сказать себе правду. Ребят, я иссяк, я пошел на пенсию. Нет, это совершенно невыносимо. Я их как врач, их понимаю. Но это не снижает отвратительности их поступка. Или отвратительности поступка и их, и Кремля, если это согласованная провокация. Давайте вы напишите вот это говно, а мы его запретим. И Запад скажет, ух ты, Кремль какой демократ. Смотри-ка, отказал деятелям культуры в введении цензуры. Я это очень допускаю. Мне больше понравилось, что еще задолго до реакции кого бы то ни было, самая моментальная реакция после премьера письма, это было ответное письмо в ЖЖ, когда один хороший человек создал другое короткое письмо. Господа, деятели там, видите, задали. Идите в жопу. И под ним подписался огромное количество человек. Понимаешь, над этим легко ерничать. Это замечательно. И подписи забирать, и в жопу, и куда угодно. Но вообще-то это трагедия. В каком-то смысле не меньшее, чем избиение геев бандитами. Ну да. Штука в том, что и то, и другое становится абсолютно реальным и возможным в конкретном государстве. Конечно. В другом государстве людям не приходит в голову это все. Уже не приходит в голову. Совершенно верно. Потому что средние века уже позади. Совершенно верно. То есть мы живем в картинах Босха. Да. Понимаешь, что происходит-то? Мы вот просто осуществляем... То есть отставание лет 300-400 по полной программе. Вот этот триптих-ад, да, я просто узнаю его уже на каждом углу. Я узнаю его в лицах соотечественников, я узнаю его в вывесках, я узнаю в программах телевизионных. Мы живем... Это уже не Кавка никакой. Кавка был безобиден, в общем. Пост-Кавка. Это совершенно... Пост-Кавкионизм. Да. То есть это... Ну, это какой-то неслыханный для меня дикий совершенно чудовищный кошмар. И вообще, я не знаю, вот лично мне становится просто тяжело дышать физически. Я, конечно, делаю, что могу. Я там пишу какие-то вещи. Ты пробовал дыхательные упражнения, там, знаешь, массаж, там, как, не знаю, лекарства принимать, там, свидетельные дыхания. В сегодняшней России его дыхательные упражнения превращаются в дыхательные испражнения. Фу, да. Фу, как это мерзко. Все. Это же у блока, там, что-то продано, предано, там, куплено, предано, я забыл эту строку, понимаешь? Здесь все засрано. Как это отвратительно. Душевно, как ущий доктор. За что ты не возьмись, на руках у тебя или кровь, или сало, или дерьмо. А это все это вместе? Это вот, да. Фу, это повидло уже. Поэтому это действительно, это просто, ну, трагизм эпохи нарастает на глазах, так сказать, да простят мне мой пафос, мои собеседники и те, кто нас слушает. Это невозможно, просто стало терпеть уже. Это какой-то, это какая-то Византия началась вообще, какой-то Древний Рим, времен Калигу и Мирон. Нет, доктор, но если не можешь жить терпеть, найди уже туалет и облегчьтесь там. Ну, я и нашел, что мы сейчас делаем. А, вот чего. Что мы сейчас делаем. Мы духовно облегчаемся. То есть буквально. Да. Короче говоря, я возмущен, потрясен, огорчен, обижен, как угодно можно назвать. Растерян, потерян. Обижен, чай кончился. Ну, чай кончился. Да и фигня, нафиг зачем. Сейчас водку достанем. Нет, водка это гадость. Гадость, да. Итак, не знаю даже, что сказать. Что сказать? Будьте духовно здоровы. Попробуйте остаться. Да, да, да. На самом деле, как-то у нас темы, получается, переплетаются, геи переплетаются. Так это одно и то же, послушай. Это же гидра все стоглавая. Наличие или отличности. Головы разные, но тело одно, это гидра. Отсутствие личностного начала и радостное поощрение властью этого отсутствия. Злобные вы какие-то. Не знаю, Яну Михалкова люблю, искренне. Так я его тоже люблю, я еще раз тебе говорю. Он, первое, ему страшно благодарен. Мы вообще с женой, например, достаточно долго дискутировали, а подсуден ли вообще человек, который снял неоконченную пьесу. Не, ну, не перебарщиваться. Да, 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 да. Но я говорю, что такая тема разговора у нас с ней была. То есть вот этот фильм гениален, и он великий актер был. Никто не спорит. Лично я очень жалею, что он не смог вовремя остановиться. Сказать себе. Пути на пенсию. Я стар. Я истяк. Ну, во-первых, это его свойство личности и желание быть публичной фигурой. Мне вообще не очень нравится вообще в людях стремление стать публичным. Ведущий, если оно ведущим. Он не был публичным в Советском Союзе. Он просто занимался делом. Он занимал замечательные кино. Знаешь, а мне кажется, что просто он немножко заблудился. Я не знаю, потому что ведь мы не знаем. Мы видим только то, что, видимо, так сказать, такая тавтология получается. В чем это? Насколько у него... Нет, смотри, я не знаю. Мы не знаем, есть ли у него в округе, так сказать, комиссары, которые подзуживают старика на определенные неправильные действия. Ну, не надо искать причину своих поступков вовне. Дело в том, что он делает очень много интересных, хороших вещей, которые в том числе сочетаются... Да. Что, например? Ну, ты знаешь, мне хватит даже МКР. Ну, это спорный вопрос. Это нифига не спорный. Для меня, для киношника, нифига не спорный. Плюс то, что мы не знаем. Я готов допустить, что, например, в составе Совета обороны, оттуда он ушел, он, может быть, помог какому-то солдату. Не знаю. Я не знаю, может быть. Я тоже не знаю, может быть. Но это никто не знает об этом. Просто смотри, вот где разница между человеком и нечеловеком? Значит, Акуджава за пять лет до своей смерти сказал, я давно все написал и сейчас живу по инерции. Спокойно сказал, в эфире телевизионном. Вот это человек, он может тебе это сказать. Это очень важная вещь. Очень мало кто может остановиться. Само ироничным. Об этом написано огромное количество книг. О том, как писатель или кто-то еще хочет остановиться и просто не может. Он же понимает, что ничего другого написать не может. Лучше, вот говорится, да? И не может остановиться. Многие за это стреляются. Потому что не понимают, что другого способа остановиться у них нет. Нет, что значит остановиться? Не останавливайся. Не публикуй. Не публикуй. Это очень тяжело. Не надо заниматься гиперкомпенсацией. Не надо заниматься гиперкомпенсацией. Творческую импотенцию. для меня Михалков останется лицом неоднозначным. Очень спорным. Я в любом случае отношусь к нему с очень большим уважением. Хотя для меня многие вещи очень странные, которые он делает. Очень многие вещи странные. И я не готов стать на однозначную позицию сейчас. И когда вот со всех концов льется говно, ты знаешь, вновь не хочется стать на сторону Михалкова из принципа. Совершенно верно. Так никто не отрицает его заслуг-то. Наоборот, я тебе скажу, почему вы так болезненно об этом говорите. Почему мы так болезненно об этом говорим? Потому что обидно в таком человеке видеть такое. Вот ведь в чем дело. Обидно, ты понимаешь? Обидно. И стыдно. Никто же не говорит ему, что он мерзавец. В каком-то смысле он болен. Кстати, в этом плане, мы потом отдельно поговорим, потому что видел только я. Мои сочайники этого не видели. У Минаева недавно вышел новый проект. Сергей Минаева. Опять же, не путай деда Сергея Минаева с кудрявым диджейкеем из 80-х. Тот был лучше. Тот был лучше, веселее. Это какой-то грустный, угрюмый псевдописатель. Больше бизнесмен, выдающий себя за писателем. Ну, черт, не в этом даже дело. Он не один такой. Да. Дело даже не в этом. Человек, который упорно утверждает, что корова через букву А это та же самая корова, но это уже его дело. Слово упорно, корень порно здесь. Да, тоже неплохо. Я, опять же, не буду ничего в этом плане говорить, но у него вышел гениальный проект, на мой взгляд, да? То есть это который Минаев Лайв, и в котором был как раз, в первой передаче присутствовал как раз Михалков. Вот. И, соответственно, соответственно, говорится, ну, я думаю, что вы посмотрите, потом в этом поговорим, там было именно интересно. Именно и про мигалки, в том числе Минаев там устроил огромную провокацию, поехал сам с красной мигалки и послал в сервисок. Вот я потрясен этим совершенно. Я не знал, что это провокация. Да, это провокация. Но не знаю, зачем это делается. Я плохо к этому отношусь. Может, я чуть не понимаю. А это, как говорится, пришедшие в Россию определенные каноны американского телевидения, когда многие провокации делаются заранее, заранее, как и определенная акция для телевизионных проектов. Вот. Причем это очень жестко, которое там изначально человек сделал именно вот такой вот Димаш определенный с мигалкой. Причем сделал именно красную мигалку, которая, во-первых, является его символом. С другой стороны, умные люди понимают, что отдельно сама по себе красная мигалка не бывает. На самом деле. Он сам снял, сам себя на ведерке поместил. Я вот сейчас вспоминаю, что меня не это возмутило. Я совершенно спокойно принял красную мигалку, потому что я видел, часто я вспоминаю, что на машинах, где была красная мигалка, была еще и желтая. Я вот сейчас вспоминаю. А вот самой по себе красной не бывает. Или синее? Красная, синее. Это понятно. Но когда я видел красную, Я одновременно видел и желтую. Сейчас я вспоминаю. Но понятно, что когда я это увидел, я совершенно за чистую монету принял, что он может нацепить красную мигалку и, высунувшись из окна машины, материть человека, который мешает ему проехать. Потому что человек, в моем понимании, написавший роман The Tёлky или The Tёлky 2, Духлес, и вот этот человек именно на это и способен, в моем понимании. Поэтому Минаеву, как мне кажется, сильно трудиться не пришлось, чтобы как-то там кого-то убеждать в том, что это провокация или не провокация. У него это было очень естественно. У него вся жизнь провокация. Да, чрезвычайно естественно. Понимаешь? Вот. Ну, то есть, соответственно, я думаю, что мы об этом еще поговорим. Я думаю, что сочайники это дело посмотрят. Ну, да, посмотрят, поговорим. А пока я думаю, что можно... Кончать будем? Да нет, кого кончать? Кончать не будем. У нас какая-то еще была тема. Как? Нет, все. Разве что? Ну, я на самом деле, что еще хотел так мельком пробежаться, мне показалось довольно-таки... Интересно, наверное, неправильно будет, а такая грустно-показательная тема, это взрыв Башкирии на складе. Вот. То есть, эта тема такая довольно-таки... Ты хочешь ее сюда же? Ты считаешь, что это... Ну, почему нет? Нет, ну, притянуть в России можно все что угодно. А почему нет? Ну, что тебе? Потому что взрывается склад, в котором очередной раз, как говорится, обвиненный рядовой, кстати, так и не понял, хоть жив остался, нет, сам рядовой, который... Не знаю. По повине которого якобы взорвался склад. Ну, жив, потому что судить его будут, я так понял. Да-да-да. Вот. Причем самый интересный склад, который должен был быть подвергнут трансформированию... В нем давно? Да-да-да. А лежащие на нем боеприпасы на сумасшедшую сумму денег... 100 миллионов рублей? Да-да-да. Нет, это ущерб. А там, на самом деле, намного больше. Вот. Для меня всегда... Может, тоже... Тут я уже впадаю в болезнь доктора, как говорится, в теорию заговора. Мне кажется всегда странным. Мне кажется странным, когда сгорают вещи... Ну, такое живое золото. Да-да-да-да. Это раздолбайство, Андрюша, я тебя уверяю. Это не первый взрыв. Помнишь, в Ульяновске был кошмарно, когда около Ульяновска взорвался склад боеприпасов, и там погибла таки какая-то женщина, которую разорвала артиллерийским снарядом. Это не первый в России взрыв. И не последний. И вообще, я не помню, на каком ресурсе я читал сборное мнение наших ученых-экологов и инженеров, которые предупреждают, что в течение ближайших трех лет Россию ждет каскад тяжелейших инженерных и техногенных аварий и потрясений, связанных с тем. Что значит инженерных аварий и потрясений? Потому что, значит, катастрофически устарели коммуникации, устарела и развалилась инфраструктура. Что я об этом говорил? Да. Что все системы контроля и системы, так сказать, мониторинга, все это отказывает и все это рушится. И поэтому, если мы что-то сейчас не сделаем, нас в течение трех-пяти лет ждет каскад таких аварий. А сделать мы не можем, потому что очень низкая цена на нефть. Да, да, катастрофически. И она продолжает снижаться. И не всем хватает. Да, да, не оборот, Саша, всем не хватает. Ты будь определеннее. Всем, кого мы с тобой знаем, не хватает. Техногенные катастрофы начнутся с всякой мелочи. Потому что у нас уже буквально во многих городах, там вот Владимир и так далее, рушатся сами по себе. Дома, грубо говоря, просто падают. Может, в ужасном состоянии. Ты слышал про дома погорельцев, конечно. Что именно? Люди, которым построили дома, сгоревшие в ходе пожаров, быта прошлогодних, да? Они разваливаются. Ты это слышал? Ну, это да. Разваливаются. Потому что украли даже там. Так нет, это знаменитая вещь. Хотя там стояла камера. Хотя Путин, да, стояла камера. И сам Путин говорил, я каждого, кто не каждый, через каждого. Слушай, на эту тему я буквально сейчас вспомнил. Это же было три, по-моему, года назад, или четыре. В Екатеринбурге знаменитая ситуация, когда рухнул мост. Рухнул мост. А почему рухнул мост? Украли цемент. В цементе не оказалось цемента, а был один песок. Прикинь, они украли даже цемент. И рухнул мост в Екатеринбурге, потому что там был только песок, и цемента не было. Как он вообще даже постарел какое-то время. Мне это напоминает старый анекдот о том, как человека арестовали за то, что он разбавлял бензин мочой. Ему говорят, значит, если вы признаетесь честно, то мы вам срок дадим не очень большой. Он говорит, я признаюсь честно, там бензина не было вообще. Там была одна моча. Поэтому, ну что говорить об этом, да? Это не последний взрыв. Обвинять, конечно, будут рядовых Денискиных, которые бросили гимзу куда-то. А если это не было, он жив вообще или нет? Я не знаю. Я последнее, что я слышал, что его будут судить. Обычно всегда судят мертвых у нас. Мертвых летчиков, мертвых рядовых. Мертвых у нас не судят, мертвых у нас делают героями. Ты все перепутал. А я всегда все путаю. Я путаник. Да, да. Хорошо, путаник. Все? Все, все. Доктором нафиг. Сайонара. Нафиг, доктор. Чай. Не путайте никогда никого. Ни с кем. Не путайте. Не даст с вами. Не путайтесь. Не путайтесь под ногами у доктора. А то он вас как Михалкова всех. Ух. И Михалкова я люблю. Он Никита. Он Никита, да. Всем пока. Всем пока. До следующих раз. Субтитры создавал DimaTorzok